Медицинская комиссия при городском военкомате начала работу уже с конца августа текущего года. Именно медики в первую очередь определяют годность призывника к службе в армии. Сегодня из-за болеваний очень часто встречается миопия, плохое зрение вдаль. Но со слабой степенью этой болезни юношей все же берут в армию, в определенные войска. Встречается и ряд других заболеваний, препятствующих призыву в ряды военнослужащих. Состояние здоровья призывников по сравнению с предыдущими годами остается на таком же уровне, без таких резких изменений. Основными патологиями при призыве на воинскую службу, препятствующей к прохождению воинской службы, то есть являются болезни костно-мышечной системы, туда относятся сколиозы, плоскостопии. На втором месте сердечно-сосудистая система, часто это артериальная гипертензия. На третьем месте сколиоза желудочно-кишечного тракта, то есть к этому приводит в основном болезнь желудочно-кишечного тракта, а также к дефициту массы тела, то есть в несоответствии веса с ростом. Первая отправка на срочную службу планируется 12 сентября. Солдаты отправятся на пограничную службу, а также в Министерство обороны и части Национальной гвардии МВД Республики. Всего порядка 200 призывников. Сейчас, помимо обследования, специалисты сверяют возраст и уточняют адрес проживания. Есть и те, кто без уважительных причин пытается уклониться от армии. За это юношам грозит ответственность. Разъясняются статьи административного кодекса, уголовного кодекса призывникам. Это 647-я статья административного кодекса, 648-я статья. То есть это не прибытие по повестке, уклонение от обследования медицинского. Применяется к ним статьи административного кодекса. Злостное уклонение, получив повестку и не являющиеся в управлении по делам обороны призывники, они привлекаются к уголовной ответственности. Военкомате отмечает, что все же большая часть призывников не проходит отбор именно по состоянию здоровья. В век царствования гаджетов и компьютерной техники многие ведут сидячий образ жизни. Отсюда и проблемы со здоровьем. Марина Горбук, Нруан Гунашев, Рустам Джумашев, ТДК-42.